и и и и и и и очень много полезной и самое главное на лично для наших пищевых аккаунтов и в истор вещает сегодня будет информативный полезный видеоролик сегодня обо всем вам расскажу пойдем по пунктам 1 лента арбитраж трафика ребят кто сейчас смотрит меня новая аудитория которая подписалась на мой канал ребята которые смотрят меня уже давно я вам хочу порекомендовать лично от себя канал моего друга моего знакомого андрей кивтелька у здесь информативный полезный контент по запуску и многое другое здесь очень много информации это его сайт ссылочка на сайт также андрей еще есть свой телеграм-канал у него здесь также много очень полезного контента он делится здесь многими статьями и многое другое ссылочка на сайт и ссылочка на телеграм-канал будет ниже под видеороликом ребят переходите подписывайтесь рекомендую от себя здесь очень много полезного контента второе фарм аккаунтов фейсбука все мифы об этом и что такое вообще фарм сейчас ребята которые меня смотрят давно либо ребята которые новички наверно скорее всего ребята которые уже смотрят меня давно ребята арбитражники которые запускают они знают слово фарм маленько по-другому либо же у них там свои какие-то гипотезы есть у кого есть какие-то вопросы так скажем кто где что-то со мной не согласен или еще что то ребят пожалуйста поставьте прямо сейчас видеоролик на паузу и напишите ниже под видеороликом свое там мнение или еще что-то мы с вами пообсуждаем идем к общему соглашению вообще что такое фарма я говорю лично от себя развею все мифы новички вот которые сейчас меня смотрят фарма фарма они думают что это какой-то большой алгоритм действия но зачастую это так есть то есть они заходят в аккаунт начинают проявлять большой алгоритм действий то есть они вот взяли у нас аккаунт об истории наш магазин с расходниками они взяли вот пример любой аккаунт купили приобрели завели его в браузер завели в браузер и соответственно начинают делать так вошли в него пологину и паролю дают ему там двенадцать часов от лешку далее через 12 часов заходят начинают добавлять сотни друзей начинают лайкать сотни постов начинают там проявлять слишком большой активности потом пишут меня забанили почему забанили по простой причине то что сработал фильтр фейсбука не нужно так делать то есть сейчас расскажу действия, которые не нужно делать. Не нужно добавлять кучу друзей, не нужно добавлять там сотни тысяч комментариев к каким-то постам и тому подобное. Этого Facebook не любит и за это он будет банить. Не нужно, так сказать, термин такой есть. Очень сильно убивать аккаунт. То есть, очень сильно убивать аккаунт путем там массовых входов в него, подозрительных действий, добавления сотни тысяч друзей, комментарий, лайки и посты. Этого не нужно делать. Если мы почитаем там вот как фармить аккаунт и пишем в Яндексе, тут кучу-кучу просто статей, то что нужно опубликовать какие-то посты, нужно добавлять туда сотни тысяч друзей и тому подобное. То есть, если мы в объем фармаккаунта, нужно там создавать бизнес-менеджер, давать ему отлежку, верифицировать компанию перед запуском. Этого делать не нужно. Это лишнее действие, которое не приводит к результату, а приводит к блокировке аккаунтов. Вот я думаю, мы разобрали что такое фарм. Лично от себя скажу. В моих понятиях фарм это даем мы отлежку. То есть, как мы делаем сами вот по запускам. Вот есть вот такой ролик. Ребята, посмотрите его, пожалуйста, ссылочка будет ниже под описанием. Там я рассказал тоже алгоритм действий запуска, показал все пруфы, все результаты, как сейчас запускать. Также, что фарм? Мы берем просто аккаунт, заводим его в наш браузер по логину и паролю. Соответственно после входа мы даем отлежку аккаунту. Один аккаунт, одна прокси. По логину и паролю даем 12 часов отлежку и далее просто через 12 часов мы его начинаем запускать. Это фарм. Это не спам действия, которые не приводят ни к чему, а приводят они к блокировкам. То есть, если вы заведете аккаунт и начнете там сразу добавлять друзей кучу, добавлять лайков и тому подобного. Фейсбука сработает фильтр, он просто в интернете очень полно мифов, что такое фарм. Говорят то, что нужно аккаунту давать отлежку там 7 дней. Нужно аккаунт добавить 20 друзей 40. Эти действия, которые не приводят к результату все, что нужно давать аккаунт, это заводим его в браузер в наш браузер. Ниндига либо долфин. Ссылочки на промокоды различные тоже будут ниже под видео. Даем ему отлежку 12 часов в один аккаунт, один прокси. И соответственно запускаем. Вот методика по запуску. Есть актуальная у меня на канале Артем Абрусимов. Так что нужно просто давать отлежку и запускать без резких действий. Вот соответственно и все у кого есть какие-то вопросы или еще что-то. Пишите пожалуйста ниже под видеороликом. Мы будем так сказать рассказывать, подсказывать лично о себе. Поставьте лайк и напишите хороший комментарий. Следующее третье. Какие аккаунты сейчас лучше подходят по запуску? Наш магазин с расходниками. Аккаунты сейчас лучше всего подходят это Казахстан, Украина. Также хорошо заходят вот долфин и Индиго. Попробуйте пожалуйста потестировать эти аккаунты. Они сейчас на тестах хорошо заходят. Так что будут у кого какие-то вопросы. Пишите сейчас. Рассказал про фарм. Что это такое. Как я в целом это все сам вижу. Что не нужно делать, а что нужно делать. И вот также есть актуальный алгоритм запуска у меня на YouTube канале Артем Абрусимов. Ребят пожалуйста, кто там согласен, не согласен со мной. Отпишите пожалуйста ниже под видеоролик. Мы пообсуждаем. Поставьте пожалуйста палец вверх. Видеоролик и поделитесь с друзьями. Стараемся для вас снимать очень много полезного контента. Несмотря на то, что сейчас заливаем, запускаем много аккаунтов. Всем спасибо.